Сейчас у нас фактически произошел сбой, только мы еще не совсем осознали это, поэтому нужно создать новую систему. И сейчас самое время это сделать. Здравствуйте, друзья, спасибо, что нашли для меня время. Вы заметили, что в последнее время количество совершенно противоречивых сообщений увеличилось? В один день мы слышим, как председатель ФРС США Джером Паул уверяет, что дела в экономике США идут хорошо. По роду своей деятельности я участвую во многих международных дискуссиях, и в последние два года я участвовал во многих международных дискуссиях. И в течение последних двух лет мы говорили о том, насколько исключительными были показатели экономики США. Это не секрет. Очевидно, что экономика США показала очень хорошие результаты по сравнению с нашими коллегами из других развитых экономик. Есть ли в мире хоть одна страна с центральным банком и развитой экономикой, которая работает лучше, чем мы? Лучше, как центральный банк? Нет. Есть ли любая экономика, которая является развитой, и где есть центральный банк, и все это в целом работает лучше, чем мы? Ни одна не приходит на ум. Если говорить про основные экономики, то такой нет. Но уже на следующий день министр финансов Джанет Йеллен признает, что процесс дедоларизации ведет к ослаблению доллара. На третий день другой чиновник ФРС говорит, что инфляция движется к целевому уровню в 2%. Так что людям, по идее, нужно начинать чувствовать себя лучше, а процентную ставку мы скоро понизим. Что ж, вы чувствуете себя лучше? Why is everything so damn expensive? Four years ago, my rent was $1,200 a month at a luxury apartment complex. It is now $2,100, not even including utilities. I went to the grocery store yesterday, right, and got three bags of chips, some ground turkey, and some vegetables. And it was $67! What? What the fuck? На четвертый день они говорят, что инфляция прицепилась как клещ. И так далее. Я наткнулся на очень интересный отчет, который был опубликован Международным валютным фондом всего пару недель назад. И хотя я думаю, что мы должны скептически относиться к официальным данным по понятным причинам, но на этот конкретный отчет стоит обратить свое внимание. Международный валютный фонд наконец-то признал, что резкий рост долга США на самом деле представляет собой риск не только для экономики Соединенных Штатов, но и для мировой экономики тоже. Очень часто мы обсуждали кризис государственного долга, и кстати, в последний раз, когда я его проверял, а это было всего пару дней назад, баланс госдолга приближался к 35 триллионам долларов. Но мы всегда обсуждали этот кризис изолированно, в рамках только лишь Соединенных Штатов, ни разу не делая шага назад, чтобы взглянуть на всю картину. В худшем случае, лопнувший долговой пузырь означает разрушительный удар по европейским экономикам, а также нанесет значительный ущерб и другим странам по всему миру. Так что экономика США сегодня действительно представляет собой риск для всего мира. Это как бомба. Международный валютный фонд очень обеспокоен тем, что экономика США замедляется, а сохраняющаяся высокая инфляция только усугубляет ситуацию. И это, по их словам, может привести к глобальной рецессии. И если люди будут к ней не готовы, они потеряют все. Но взгляните на это видео. Сейчас у нас фактически произошел сбой, только мы еще не совсем осознали это. Поэтому нужно создать новую систему. И сейчас самое время это сделать. Насколько сильно вас беспокоит дефицит бюджета и инфляция в Соединенных Штатах? Ну, конечно, снижение стоимости доллара необходимо для того, чтобы компенсировать слабость экономики США, которая пока и будет оставаться слабой. И поэтому глобальная экономика будет испытывать трудности. Китай станет двигателем, который вытеснит американский. И, конечно, это будет меньший двигатель, потому что китайская экономика меньше. Таким образом, у мировой экономики будет более слабый двигатель. Именно поэтому она будет расти медленнее, чем последние 25 лет. Но Китай будет двигателем, и он будет двигать ее вперед. А США будут фактически тянуть ее за собой, благодаря постепенному снижению стоимости доллара. Таким образом, будет происходить медленное, управляемое снижение стоимости доллара. И это будет та корректировка, которая нам необходима для достижения цели. Медленное, управляемое снижение стоимости доллара, которое необходимо для достижения их цели. Но что такое снижение стоимости доллара? Это рост стоимости активов, особенно рисковых, таких как биткоин. Вот почему мы должны владеть хотя бы небольшим кусочком биткоина или хотя бы золотом, который, кстати, опять достигает новых исторических пиков. Это просто-напросто выживание миллионов людей. Биткоин стал инструментом выживания миллионов семей. Ведь когда ударит волна глобальной рецессии, она уже неизбежна. Они говорят, что это их цель. Миллионы семей, которые держат бумажные деньги, потеряют буквально все. Есть еще два красных флага, на которые следует обратить свое внимание. Дефицит бюджета. Правительства постоянно и регулярно тратят больше, чем зарабатывают. И вторая серьезная проблема – это растущая долговая нагрузка. По мнению Международного валютного фонда, эти два фактора представляют из себя растущий риск для мировой экономики. И как следствие для благосостояния обычных простых людей. В связи с этим Международный валютный фонд наконец-то призывает правительство США понять, что сейчас действительно существует насущная необходимость в сокращении долга. Конечно, это будет очень непопулярный политический шаг, поэтому лично я считаю, что этого не произойдет. Этого просто не может произойти, особенно учитывая выборы в ноябре. Ведь независимо от их исхода, независимо от того, кто займет этот пост, президент и новая администрация никогда не примут непопулярные решения. И поэтому беспокойство о национальном долге не будет главным приоритетом. Кстати, существует не так уж и много способов снизить долговое бремя. Нужно либо повысить подоходные налоги, но кто захочет это сделать? Тем более Трамп обещал, наоборот, их понизить. Либо же можно сократить финансирование различных так называемых программ поддержки. Например, социальное обеспечение собственных граждан или помощь зарубежным странам. И я полагаю, что третий вариант это сделать обе эти вещи одновременно. Но это буквально равносильно политическому самоубийству. Поэтому мы навряд ли это увидим. А это означает, что поезд продолжит лететь на всех парусах в неизбежную пропасть. Несмотря на то, что в прошлом году Конгресс США отменил потолок долга до 1 января 2025. Хочу напомнить, что как раз до 1 января 2025 осталось всего полгода. Так что Конгрессу придется решать этот вопрос в следующем году. И они либо снова поднимут потолок долга, либо им придется столкнуться с последствиями. И, конечно же, последствия это возможность дефолта Соединенных Штатов. Так что хорошего выхода в этой ситуации нет. На мой взгляд, есть три варианта. Повышение налогов и сокращение расходов. Дефолт или повышение потолка долга снова. После чего мы будем лететь уже на отметку в 50 триллионов долларов. Потрясающее воображение сумма. В докладе Международного валютного фонда также разделяются и опасения насчет того, что центральные банки будут вынуждены поддерживать высокую стоимость заимствований, чтобы справиться с инфляцией. Это тоже большой риск. Если вы давно являетесь моим подписчиком, то, возможно, помните, что Международный валютный фонд уже выпускал похожие отчеты и аналогичные предупреждения в начале этого года. Это связано с тем, что ряд экономистов и Организация экономического сотрудничества и развития заявили, что увеличение долга в период высоких процентных ставок приводит к обратному результату. Это ограничивает способность США удовлетворять другие свои главные потребности, в том числе потребности в обороне и заботе о стареющем населении. Возможно, поэтому Трамп больше не хочет финансировать страны НАТО. И даже отказывается от климатических соглашений в Париже ради экономии очередного одного триллиона долларов. Последнее предупреждение Международного валютного фонда, конечно, не является чем-то новым. Но, на мой взгляд, важно понимать, что все признаки сегодня действительно указывают на то, что сейчас очень разумно готовится к глобальной экономической рецессии. Золото, серебро, биткоин. Те, кто не будет готов столкнуться с собственными последствиями. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok